Итак, полный бред сегодня в студии от... Тебе нужны мои имя и фамилии? Нет. Я не хочу. Ну, красиво. Ты Килка Яноткина. На самом деле, знакомы мы уже очень давно. Да. Сюда, труси. Хорошо. У меня есть красивый бред. После того, как говорят очень громко мое имя и фамилии, мне кажется, что за мной сейчас придет милиция. Итак, вот только что Текила сказала нам, что одна была попытка покончить с самоубийством, но я помню больше. В принципе, это свойственно любому суициднику говорить что-то, чего не было или наоборот. Так, все-таки, сколько было попыток покончить с собой? На самом деле, одна. У меня, в принципе, с детства такое отношение интересное к жизни. Я как будто читер. Если меня что-то не устраивает, я просто пытаюсь выйти из игры, потому что я хочу начать новую. Потому что я хочу, чтобы эта игра была по моим правилам. И вот тогда мне, видимо, что-то очень сильно не понравилось. Тогда я действительно побежала в ванную нарезать вены. Хотя это сложно, на самом деле. А ты знала, что... И мне помешали. Ну, не важно. Переродишься. Сколько сигарет, ёбни, курю? Это мы узнаем в конце. Все-таки, что было, что привело тебя к этому? Честно, не помню. Я помню, что мне просто очень сильно не понравилось. Текущее положение дел. Настолько не понравилось, что даже менять в комнате где-то или в чем-то, что-то было бессмысленно. Захотелось поменять все сразу. Я помню историю, как ты приходишь ко мне в очень нервном состоянии и, по-моему, даже в мокрой одежде. Было озеро, была какая-то сфора. Ноябрь, длинный плащ вязанный, и ты в ноябре лезешь, короче, где-то по пояс или по грудь. Вот в ледяную воду как дурак простужаешься потом, естественно. Привлечение внимания, такое детское желание привлечь к себе внимание. То же самое выражение недовольственной ситуации, когда ты просто не можешь изменить чего-то в разговоре. Не хватает либо мастерства разговора, либо взаимопонимания. А если бы все-таки не спасли тебя, сама бы спаслась? Типа знает. На самом деле тогда, это не когда в воде, это когда я в ванную шла. У меня реально было какое-то такое, типа, четкое желание что-нибудь сделать. У меня вряд ли бы получилось, но тогда я типа хотела. Возможно, меня бы устроил вариант какой-нибудь реанимации, чтобы ты был громко, красиво и все услышали. Зачем это все делается? Ну, ты же знаешь, что реанимация может закончиться какой-то травмой всю жизнь. Ну, да, наверное. Когда ты в воде, тебе лет восемнадцать, ты об этом думаешь. А что будет с тобой в семье? Возможно, у тебя мозг вообще по-другому будет. А в восемнадцать лет ты тоже думала? На самом деле, я, наверное, думала, что не дружу. Я вообще помню, что в четырнадцать лет я думала, что в девятнадцатый конец жизни. Если ты еще пока не отыграл новый Эмбли, то тебе пора застреливаться. Если ты двадцать лет, ты уже старый вообще. То есть двадцать семь для меня, вот эти вот, клуб двадцать семь, да, наш любимый. Для меня это блока, которая заоблачная, что-то непонятное. Я же вспомнил, я не могу. Даже будем раскрывать, сколько сегодня. Двадцать четыре. Я забываю часто. Не, на самом деле, действительно, когда были мысли какие-то там, вот, очень часто. А вот что, если просто взять тупо ради протеста, вот против системы пойти там, и что-нибудь такое сотворить, чем нельзя сотворять. В последний момент, когда ты уже думаешь, вот, а круто, а круто было бы. Постоянно появляется какой-то голос в голове, как-то такая букашка сидит и постоянно тебя жужжит. На самом деле, не букашка. На самом деле, что-то побольше. Она тебе просто так говорит честно. Говорит тебе, а вот нету фигушки. А вот ты тут нужна. Нифига, мы тебе не дадим этого сделать. Может, как голоса в голове, может, надо к доктору сходить. Посылаю несколько раз, конечно. Но голос был всегда. Он всегда говорит, нет, это не то, что делать надо. Вот это делать не надо. Здравый смысл. Хотел сказать о том, что, опять же, тот же Фрейд, он рассказывал, он делил жизненную энергию на Эроса. Это желание жить, желание развиваться. И на, как же его? Тонатос. Тонатос. Который, наоборот, стремится к разрушению и стремится к смерти. Чего-то я разницы, на самом деле, не вижу между тем и другим. Вот такая, как бы, амбивалентная штука, типа две стороны, две медали. Ну, знаешь, там разрушение, там эротик. По-моему, разрушение эротично.